МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предполагаемого убийцу пенсионера из Тюмрюкского района задержали полицейские. Подозреваемого в Липецкой области сняли с поезда, на котором зломышленник собирался уехать в Санкт-Петербург. Стражем порядка дозвонился мужчина и сообщил, что его отец убит, а сам он ранен. Рассказал, что преступление было совершено вечером. Неизвестный мужчина, вооруженный обрезом охотничьего ружья, ворвался в дом к его отцу и, выстрелив в пенсионера, забрал денежные средства и попытался скрыться. Однако был застигнут во дворе сыном потерпевшего, в которого он также выстрелил, после чего скрылся. Известно, что после нападавший зашел в местный магазин и переоделся, приехав на ЖД вокзал. Он купил билет и сел в поезд, но далеко уехать у него не получилось. Полицейские Кубани разослали ориентировки и коллеги помогли в задержании злоумышленника. Сейчас он арестован, а следственный комитет возбудил против него уголовное дело. Родители разыскивают сына, который буквально исчез и уже около месяца о нем ничего не известно. 27-летнего Алексея Кушу. Последний раз родственники видели 26 мая. По словам матери, через несколько дней она пришла на квартиру сына, но ни его вещей, ни документов не нашла. Молодой человек вел вполне приличный образ жизни и предположить хотя бы малейшую причину его исчезновения родители не могут. Всех, кто знает, где находится Алексей, просят сообщить по номеру телефона, указанному на экране. Совершенно невероятную траекторию выбрала автоледи на внедорожнике для поворота на улицу Колхозную. Хотя, судя по видео другой камеры, женщина, похоже, решила развернуться на перекрестке и разбила и свою, и чужую машину. Еще одна женщина-водитель отчаянно нажала на педаль газа своего белого Пежо на кольце 40 лет победы. Она, похоже, не соизмерила то, что выезжает со второстепенной и по внутреннему кругу могут ехать машины. В итоге из-за ДТП образовалась приличная пробка. Слишком поторопился хозяин и без того уже не целой иномарки на перекрестке Дзержинского и Кореновской. Он пошел на обгон неведомой спецмашины, и в этот момент ее шофер зачем-то выкрутил руль влево. Досадная ситуация. Сложно было проехать участникам движения на углу Северной и Тургенева, а стало еще труднее. Лада внезапно остановилась, а ехавшись сзади попутчик этого никак не ожидал. Ссориться товарищи по несчастью не стали, а поспешили осмотреть повреждения. Ничего не предвещало беды на улице Суворова, пока водитель минивэна не придумал ничего лучше, как развернуться. Причем сделать ему это непременно понадобилось из среднего ряда. Он угодил в бок семерки полной пассажиров. К счастью, никому из них помощь медиков не потребовалась. Вот уж кому крупное не повезло, так это парням, ехавшим в отечественной шестерке. Она вспыхнула прямо на ходу в районе Зиповского кольца. Водители-пассажир бросились спасать личные вещи. Попытались палить пламя водой, но ничего не получилось. В какой-то момент машина покатилась, и водитель, рискуя жизнью, остановил горящий транспорт. Ему на выручку пришли несколько неравнодушных очевидцев, которые, не жалея огнетушителей, поливали полыхающее авто. Полностью справиться с огнем удалось лишь спустя пять минут. К приезду пожарных тушить уже было нечего. Из людей никто не пострадал. Еще больше аварий с дорог Краснодара вы сможете увидеть, подписавшись на наш YouTube-канал.